Музыка Скажите, пожалуйста, ну вот такие вопросы на сегодняшний день. Какая ситуация сегодня по Парку Победы? Мы все знаем, что ваш коллектив очень много для этого сделал, именно для Парка Победы и, так сказать, устранение недостатков. Что вы сегодня скажете по обстановке в Парке Победы? Ну, в этом коллективе и вы. Значит, хочу еще раз, а то вы же когда говорили, что вас беспокоят, спрашивают, какая ситуация по Парку Победы, чем мы там остановились. Нет, мы не остановились. Вот они, документы все. Эти документы, есть пакет документов, был направлен в прокуратуру, последнего к Белоусову, и ответ пришел, что Минэкономразвитие направлены эти все документы на 150 или 100. И будем смотреть, что там будет по Парку Победы. Что касается реальных событий по Парку Победы, ну, это быстренько. Значит, что? Значит, грел губернатора так и не отреагировал, потом попросили сделать экспертную общественную комиссию для того, чтобы не запускать Парк Победы. И мы с вами видим результат, что даже стоит на Уммань, Украина, да, там вы видели фонтан. Вот у нас в Парке Победы должен был быть такой же примерный фонтан, но стыд и позор. Дальше мы проводили в этом зале гробный стол по памятникам и разным мероприятиям, связанным с памятью защитников Севастополя. Значит, там было вынесено предложение о том, чтобы в Парке Победы разместить аллею героев, маршалов. То есть мы тоже направили, но и все осталось без изменения. Ну, а Парк Победы на сегодняшний день так и остался парком позора. К сожалению, у населения Севастополя, жители Севастополя, в первую очередь, Севастопольцы реально не понимают, они знают, что там происходит. Знаете, когда ты ездишь на запросы, тебе дают москвич, тогда... Радуешься. Да, хотя там должен был быть Волгой или Зимой. Ну, или, как говорят, на безрыбье и Рак, шуха. Да, то есть ситуация такая. Да, а и такой вопрос. Не поменялось ли ваше мнение относительно ответственности, кто должен нести ее в Парку Победы? Первое лицо. Первое лицо. Ну, в следующий день это в рево губернатора. Более того, почему, значит, если бы он пришел и не знал, но мы же поднимали эти вопросы, писали письма, обращения, снимали видео, давали визуализацию, поднимали Госдуму, все фракции, в его адрес шли письма, поднимали Следственный комитет, ФСБ, прокуратуру, администрацию президента, но у вас он и не там. Это никак. То есть я считаю, да, это, а, это деньги народа, как я всегда говорю, должна быть полная ответственность. Но в Севастополе никто ответственности не несет, потому что у нас беззаконие, без тут дела.